Статистика утверждает, что главная причина разводов — супружеская измена. Вы знаете, мне кажется, что те, кто собирал данные по этой статистике, просто никогда не делали ремонт вместе. Поэтому, если вы хотите сохранить взаимоотношения, наймите бригаду, мой вам совет. Посмотрите. Любимые приветики! О, Настя, а ты что тут делаешь? Да вот, зашла на наш ремонт посмотреть, заодно тебе покушать принесла, а то, что ты бедненький и с этой стройки не вылазишь. И днем, и ночью тут. А что делать? Надо процесс контролировать рабочих там. Это, спасибо, что зашла, обед принесла. Ты, наверное, иди, иди, что тебе тут краской дышать? А я закончу и приеду. Маме привет! Владимир Михайлович, у нас все руки в монтажной пене. Можете мне, пожалуйста, носик почесать? А мне спинку. А мне ушко. Опа! Это кто такие? Это рабочие. Тебя ничего не смущает, нет? Смущает! Я им сказал окосы делать, а они монтажной пеной стыки заливают. Ребята, вы хотите, чтобы стекла в пакет прикосила? Вова, это женщины! В смысле? Бабы, телки, девки, посмотри на них. Ребята, я работал и не видел. И Кум, когда давал номер, ничего не сказал. Все, я сейчас Куму позвоню и все порешаю. Опа, я тебя еще раз спрашиваю. Что это за бабы? Рабочие. Да я вижу, что бабы рабочие. Что они тут делают? Да, я тоже хочу спросить, а что вы тут делаете? Давайте, я вам за что деньги плачу? Стали тут топчутся на коридоре. Давайте, идите работать. Идите работать. Пока, ну стоп! Стоп! Вова, вот какие это строители? Посмотри, как они одеты. Как? Ну, сексуально. Настя, с каких пор джинсы и рубашка-то сексуально? Ты вот каждый день так ходишь, вообще меня не возбуждаешь. Давай, иди домой, пусть профессионалы работают. Да и мы пойдем, нам еще в спальню стелить. Вова, стоп! Вова, да ты что, совсем охренел? Навел сюда кучу баб, и эти проститутки тебе постель стелят? Вообще-то, проститутки постель не стелят. Вот, только проститутка могла это знать. Настя, что ты меня перед мужиками позоришь? О, перед бабами, перед бригадой. Ковролин они стелят. Хорошо, хорошо, не хочешь ты говорить. Сейчас, вот, вот она мне все скажет. Так, и как ты здесь оказалась? Ну, все банально просто. Не поступила, а семью кормить надо. Да, непонятно, подходит и проститутке, и строителю. А звучит-то обидно. Думаете, приятно слышать после пяти лет строительного, что я проститутка? Я в техникуме это пять лет слушала, теперь опять? Да, одеты мы так, потому что тут жарко. А окна нельзя открывать, чтобы обои не отклеить. Понятно вам? О, пожалуйста, обыкновенная строительная бригада. Откуда я знал, что она женская? Сказали молдаване. Ну, молдаване и молдаване. Что я им в трусы заглядывать буду? Это, девочки, идите красить стену. Давайте. Опа! Они мне не нравятся, зачем ты их нанял? А, покрасить стену я могла. Настя, ты сама себя покрасить нормально не можешь. А это стена. И помимо покрасочных работ, тут еще нужны слесари, плотники. Плотники. У плотников не бывает вот такого маникюра. У плотников, у них даже пальцев не бывает. Давай, иди уволь их, быстро. Ну, да что я их уволю? Они целый день что-то дрелят, что-то сверлят. Что-то перфоратор из рук не выпускают. А мне как-то слабо верится, что они вообще знают, что такое перфоратор. В смысле, ты что, не веришь? Нет. Сейчас. Темненькая, вот это как Анжелика, Алина. Петровна. Петровна. Пожалуйста, Петровна, молодец, Петровна. Покажи, как ты работаешь с перфоратором, покажи. С перфоратором? С перфоратором. Ну, хорошо, хорошо. Допустим, с перфоратором она работать умеет. Все. Молодец, Петровна. Клади перфоратор. Клади перфоратор и иди работай. Молодец. А вот только это не значит, что ты с ними не спишь. Да я просто контролирую ремонт. Кстати, Настя, я не думал, что ты такая сексистка. Ты их сама говорила, что женщина может все. И машину водить, и президентом встать, и в космос полететь. И как ты, тупо дома сидеть. Ну, ладно, ну, ладно, ну, прости. Ну, может, я, правда, себя накручиваю. Ну, прости, ну, потому что... Владимир Михайлович, Владимир Михайлович, там Петровна уже на стремянку залезла. Вы просили вас позвать посмотреть. Что? Работу посмотреть. А, 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 еще там отвалилась одна штука, которая вторую штуку к потолку приштуковнивает. Ты хочешь сказать, что вот это строители так разговаривают? Я попросил не выражаться матом при посторонних. Вот девчонки выкручиваются как могут, молодцы. А я подумала, что... Ты много думаешь, а ремонт стоит. Давай, дуй домой, давай. Во, во, прекрати, не пойду я домой. Ну, что, нельзя было нанять обычную бригаду. Обычных, здоровых, потных мужиков. Ты слышала? Степановна. Бригада ей моя не нравится. Мужиков ей подавай, что могла тут перед ними вилять хвостом своим, да? А тут простые рабочие, работяги простые. И это обыкновенный рабочий объект, а не объект твоих сексуальных фантазий, да? Знаешь что? Нет, все, до свидания. Не будет такого. Ой, Вовочка, Вовочка, ну ладно, ну все, ну прости, ну может я и правда себя накрутила. Иди в душ. Я сейчас приду. Вова, что? Кабину душевую привезли. Надо герметиком промазать, чтобы не протекало. Что ты к ней пристала? Да, я нанял бар. Потому что дешевле только дети. Но они хоть не пьют и не воруют. Прям не воруют. А ты посмотри на них, нахрена им алибасы. Что? Ну, пицунь-то моя, Настюшка. Они просто делают ремонт в нашем гнездышке, где мы скоро будем жить долго и счастливо. Да? Начальник! Там смеситель сорвало! Брррр! Как холодно! Ой, бедная моя, ты же совсем замерзнешь. На, возьми мое. Ну, оттышка, голая стоять будет. Да нет, ей свое отдать. Держи. Хозяин, я, конечно, прошу прощения, но время вышло. Продлевать будем? Ух ты. За что? Это сутенер, Боба. Здрасте, пожалуйста. Женщина, между прочим, звучит обидно. После строительного техникума такое услышит. Я пять лет техниками слушал, что я сутенер. А теперь опять... Ну, извините. Что, извините? Ну, есть, блин, у меня шуба, цепь золотая. Мне что, не носить? Просто если бы меня попросили нарисовать портрет сутенера, то получились бы именно вы. Да ладно. Я не обижаюсь. Просто кризис в стране, понимаете? Вот и осваиваем другие профессии. Кстати, если что-то нужно, вот моя визиточка. Ага, ремонт, эскорт, шуба из Греции, автомойка, ксерокопия документа? Ну да. Мы же это, фобы. Малый бизнес лежит, вот и осваиваем новую профессию. Все, девчули, собираемся работкой. Короче, там надо грузовик мебели разгрузить. И одному очень состоятельному мужчине ксерокопию паспорта сделать. Погнали, курочки. И ты говоришь, что все, что все не важно. И они здесь смеются над собой. Это женский портал.